Чарнобыльская катастрофа – заправдная трагедия для обезвух краин. Сирот потерпелых – четыре регионы Российской Федерации и две в области Беларуси. Алина Гомешиня, ситуация оказалась наибольшь складанной. Каля 400 отселенных вёсок. Выведение за бороду больше, как 200 тысяч гектаров сельгасугодзев и частковое испынение сельскохосподаршей вытворчасти. Алис доля ли выстоять? И сегодня размова уже идёт об развитии и досягнутых поспехах, якими можно гонариться. Мы научились за эти годы на наших территориях получать чистую продукцию, сельхозпродукцию. Мы сегодня получаем чистое молоко, чистые другие продукты питания, которые сегодня идут без ограничений в Европейский Союз, в Российскую Федерацию и так далее. Но вы должны все понимать, чтобы получить эту продукцию, сколько было уложено. Начинают 6 1988-го с наступствами Чарнобыльской катастрофы. Беларусь и Россия змагаются разом. Всё лето у приватности завершается реализация уже четвертой союзной программы. Сярод основных приоритетов за этот час – оздоровление насильства, отримание чистой продукции, навуковые доследования. Понятно, что изучались ещё и последствия Чарнобыльской аварии, воздействие на природу, воздействие на человека, воздействие на животный мир. И вот этот бесценный опыт, хотя и печальный, но он действительно бесценный, он, конечно же, собирается, накапливается и осмысливается. Российские журналисты утекают многое. Цевертаются люди у отселенной вёски, где можно отримать объективную информацию об наступствах Чарнобыльской катастрофы, когда можно будет сказать об махчимости изменения уваги до постчарнобыльских проблем, и как увогулись змагаться с их наступствами про 30 лет после аварии. Мы уже сегодня больше бюджета того, который рассчитан сегодня по программе, укладываем в развитие территории, инфраструктуры, создание условий экономического развития этих территорий, то есть создание новых рабочих мест, создание новых производств и увеличение уровня жизни за счёт экономического потенциала. Дякуючи принимаемым мерам, сегодня Беларусь займает 35-е место сирот 180 краин света у глобальным рейтингу экологичной эффективности. Это показчик оценивает меры, которые принимаются по обороне экосистем и здоровье людей. И такая лишь бы. Сегодня Беларусь уходится в топ-20 из краин сусветных экспортеров продуктов харчевания, значная частка которых поставляется в Россию. И в протяжении темы сопротивления, взаимовыгодная промысловая кооперация, у якости приклада, ведомый гомсельмашевский комбайн. Оказывается, сегодня в этом комбайне 60% продукции Российской Федерации. То есть ещё непонятно, чья это продукция, чей это комбайн. 40% составляющая наша, 60% российских предприятий. И когда я посмотрел поставщиков, то это более 300 российских предприятий, которые участвуют в кооперации и производстве этого комбайна. Поэтому для нас сегодня, беларусов, важно, чтобы эти отношения, которые были в Союзе, чтобы они продолжались. И мы сегодня понимаем, что любой выпущенный комбайн или любая продукция, которая имеет совместное производство, это прежде всего достояние тех государств, которые укладывают. У программе «Визиту» як российских журналистов, так и Держсекретара Союзной Державы наведывание Полесского радиационно-экологичного заповедника. Простовники СМИ ознайомятся с постчарнобыльской ситуацией на отселенных территориях. Рыгор Рапота еще и сделает выводы. Зараз идет разговор о необходимости распросовки пятой союзной программы, но ее концепция докладно поколь не вызначена. Здоровое любопытство, которое нацелено не только на то, чтобы сказать, да, я там побывал, а нам это нужно для работы, потому что мы же будем и эту программу завершать. И наверняка будут разговоры о продолжении этих программ в будущем. 30 с постчарнобыльских годов шмат шаму навучили людей, которые проживают на потерпелых территориях. И они сдолили не только выжить, а и створить умовы для развития. Теперь этот опыт оказывается запотребованным у других странах. На Гомельщине готовы поделиться им с всеми, кто имеет эту потребность. За период после аварии, то, что произошло в Японии, больше 30 делегаций с Японии посетило Гомельскую область. Они с нами поддерживают связь и приезжают не только ученые, а не только специалисты. Нас просят принять простых налогоплательщиков, простых людей. Чтобы они воочию увидели, как живут, пообщались наши люди, сколько лет прошло после аварии, как они себя чувствуют для того, чтобы успокоить свое население. Поэтому вот он воочию тот опыт жизненный, который люди приобретают, побывая в нас.